в среднем где-то мы производим 2 тонны меда я считаю что мы в принципе сейчас лучше по тверской области у кого есть агротуризм гранта сколько было 3 миллиона мы семья это семейное дело дилема до полюбе размножится то ли тебе собрать мед 24 года матка выведена хорошей яйценоскости до 2000 в день баса правда она меня укусила смотри но не пробила перчатка когда я начинал меня боже вот так вот я был бы облеп пчелами прям берите попробуйте я забыл мы на семейные пасеки жилиных это очень известное в турской области место близ города твери до татьяна жилина хозяйка сейчас вам все расскажем покажем как тут устроено на канале от сахи смотрим самое главное это пчелы но не только люди занимаются и сельским хозяйством еще и агротуризмом то есть водят туристов которые приезжают к нам в гости на пасеку сколько у вас участок площадь но у нас несколько участков ну совокупные в общей площади получается один гектар мне еще тогда важнее до узнать как у вас все устроено у нас экстренная ситуация отравилась семья надо спасать надо ловить большую колбасу на кучу на обычно это по ветке они так ведь она наклонилась очень хорошо для пчеловода потому что лезть обычно может быть гейна высоко а как они выбрали это место ведь тут же не дупла ничего но это у них предварительная остановка здесь собираются в кучу когда они вылетают из улья они но этого тоже такой идет большой 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 облако пчел вот здесь они собираются как бы предварительно и через час они улетят пчеловод про втыкал от момент то но все строим расстался он улетел они сейчас логистику определяют маршруты навигатор да смотрят да они уже как бы разведчики у них определили место куда они полетят здесь у них временный сбор и вперед и полетели как повезло что есть временный сбор а можно его с имитировать им чтобы получать сейчас есть всего пчеловода да да но вообще это уже как бы ревая система это старая система пчеловождения это то есть мой прав тык да то есть я про втыкал этого могло бы не случится да я мог сделать так чтобы я просто искусственно бы поделил на пополам дал бы каждому по матке матка остался одном старая а в другом я бы дал новую матку и этого бы не случилось вот так как сейчас хорошая погода идет медосбор они таскают мед я их не стал делить потому что если ты их поделишь силу уменьшится они принесут меньше меда и тут дилемма до полюбе размножиться то ли тебе собрать мед это сливы вот это яблони но просто мы яблони тоже специальным образом формируем чтобы они не росли ввысь а были вот такие более как бы мелкие раскидистые формирующая обрезка знаю я попробовал на своих тоже на первый год посадили 11 вот ну вот все маленькие преклоняйте ветки на это яблони вот она молодая и косили это не утяжеляющие палки специально оттягивает да это как раз таки способ когда ветки боковые они оттягиваются и вот так стоит когда целое лето получается крона формируется не вверх да да вот бог да и соответственно проще собирать урожай проще собирать но и выглядит красиво проще обрабатывать это как такой бонсай только еще есть плодами вот это хорошо сформированы а где информацию черпали но алексей имеет образование сельскохозяйственное поэтому будете мир предпринимать мы можно давать тогда или или вам вы женой будете делать это один сделаю просто дмитрий чтобы как бы снять картинку хорошую хотелось бы а успеем если вы говорите часто есть ну вот он к они как бы пока мы здесь в любом случае они то уже вот подобрались ведь они как они прямо даже снизу пусть они собрались вот какая колбаса правда как вы думаете сколько вообще пчел живет в одной пчелиной семье я думаю 5000 5000 но маловато еще есть вариант 50 тысяч вот это точно да да прям в точку не учувствуется будущий пчеловод и сколько у вас пчелиных семей у нас порядка 120 пчелиных семей но кратер взяли подумали очень много вот это рожда при поемке роя сама глава чтобы папа попала в районе а вы матка попадает проявление вот она где-то здесь а вы не знаете пока я ее должен стряхнуть если мат по районе они все к этой матке прилетят сами если матка не попадает то и он может придавить раздавить она не может что-то случится в общем можете посмотреть здесь я уже скинул ведь их сколько тут уже сидит вода раевник да так называем вам ассистировать у у них прям форс-мажор это как в аэропорту объявили что самолет откладывается у них сейчас почему почему где нам ждать маленьком и стиханули они еще снова подниматься до видом ветках нагибается они потихоньку садятся она все ниже ниже и ниже они на нее а сейчас они поймут что как бы что я их собираю или что это матки нет и пора уходить вообще если матки сейчас нету да но я еще стряхну они еще будут собираться будут они все обратно улетят в уле откуда прилетели вообще секрет пчеловод пчеловодом пчеловодом можно стать настоящим только тогда когда начинаешь воспринимать пчелиную семью не как отдельную пчелу и 50 тысяч пчел а как единый организм их накопилось там очень большое количество в уле в семье и чтобы расширить свою кормовую базу расширить свой ареал они делятся то есть это естественное размножение пчелиной семьи у них какая-то программа включается да мы садимся на эту ветку да то что они в трех местах это конечно напрягает но обычно где матка оставил свои феромоны туда не садятся то есть они все ориентируются на матку она выделяет очень похудший феромоны то есть причем каждая семья каждая матка выделять свои они понимают где чужие где свои именно по запаху который выделяет матка да как у каждой хозяйки свой борщ да мы люди не разберем до этого запаха для нас однозначно мы не то что не разберем даже близко к нему не подойдем насколько там все а пчелы его чувствуют на большое расстояние трутень когда матка спаривается он на километра летит и чувствует и я думаю что матка уже у нас здесь потому что они вроде бы сидят спокойно ну тогда они бы по идее сами долетят до нее когда-то но вы хотите просто ускорить правильно но в теории да я хочу хочу сюда чтобы до этого все ускорить все ускорить а так в теории они сами и найдут по запахам да потихонечку вот с этих вот веток если они ее не найдут то они просто вернутся смотрите принципе вот они сидят уже плотненьким ковром до ковром к вам надо обе ветки по-хорошему по хорошему для будет сейчас будет спец вот он это просто двенадцать египетских казней или 9 сколько их там и они не кусают мне даже не страшно на самом деле вот то что пчелы там начинают кусать агрессивно это было в дедушкины времена современная пчела она более миролюбивая более спокойная более зависит от человека на самом деле большинство пчеловодов считает что пчела уже в естественных условиях не проживет без человека поэтому конкретная порода это или нет в целом в целом пчела без человека не проживет потому что экологию нарушили леса вырубили то есть у нее просто нету жилья нет таких дупел где бы они могли жить то есть леса все рыбается больших выпил остается все меньше и меньше поэтому когда утрой улетает но большей части он улетает на на гибель как бы в любом случае в естественных условиях ему будет очень тяжело перезимовать. То есть лето он, конечно, отживет, но зимой ему будет очень сложно перезимовать. А зимовка – это основное. Апидомик, друзья? Это специально сделано для туристов, именно антураж такой, чтобы он был интересный, красивый, в него было приятно зайти. Он и по старину, и технологичный одновременно такой, очень красивый. Да. И технологичный именно с точки зрения пчеловождения. Потому что надо сделать не просто, чтобы он был красивый, но и чтобы пчеловоду было удобно работать и создать так, чтобы там, в этом домике, было максимально большое количество пчел. Ну что, примем легкий сел? Полежим? Полежим, пять минут надо, конечно. Бренд так и называется – семейная пасека Жилинах? Да, семейная пасека Жилинах. Ну, во-первых, хотелось показать все-таки то, что мы семья, что это семейное дело. Мы с мужем вместе уже больше тридцати лет. Как я, как клиент, для меня семейная пасека – это значит, что-то не очень большое, не промышленное, но сделанное такое с любовью, штучный завар вот так. Да. Ну, а потом мы решили все-таки нашу семью тоже включить в название бренда Жилины, то есть вот это вот жжжжжжжжжжжжжжж… Все-таки вот тоже хотелось сохранить и показать сходство наше с пчелами. Год от года меняются данные, наверное, но в целом сколько килограмм меда вы сбываете за сезон? В среднем где-то мы производим две тонны меда. Да. И помимо мёда, ещё у нас такой продукт важный, это цветочная пыльца или пчелиная обножка. В прошлом году мы произвели 300 килограмм этого вообще бесценного продукта. Агротуризм очень способствует продажам тоже, наверное, в частности. Очень, да, да, да. Люди, конечно, пустыми руками не уезжают. Конечно, конечно, однозначно. Причём, как правило, люди покупают больше, на большую сумму, чем входит, чем плата за экскурсию. Это один из способов. Когда волосы своими глазами увидеть, как всё устроено, то ты уже сопричастность ощущаешь? Да. Как это называется? Лояльность бренда. Они не потомочные к вам приезжают. Приезжают. И мы же нам приедем. С отцом мы занимались пчеловодством. Я закончил сельхозакадемию, нашу Тверскую, зооинженерный факультет. Ну, в любом случае, занимался пчёлами с отцом. У меня фермерское хозяйство было. Но в 90-е годы всё-таки сельское хозяйство было не в фаворе. Вот от слова совсем не в фаворе. И поэтому я... Была пауза, да? Да, была пауза. Я работал в продажах. А душа зовёт, да? Хотелось всегда. Да, да. Пчёлы у меня были всегда. Потом я купил вот здесь кусток русской земли, как бы, да, изначально. И вот стал заниматься пчеловодством здесь. И потихоньку, потихоньку, вот у меня там с 10-20 семей у меня до 120 семей выросла пасека. Причём, ну, расширился я за счёт получения гранта, то есть от Минсельхоза. Я написал бизнес-проект по пчеловодству. И мне государство помогло с грантом, да, на неё. Я как раз купил семьи, вот эти павильоны, которые вот стоят, и УАЗик грузовой. Грант сколько была сумма? 3 миллиона. 3 миллиона. Это было 3 года, 4 года назад. То есть у вас остался ещё год, когда вы должны показывать ваши показатели? Да, да, 5 лет я должен отработать по этому направлению. Ну, для меня это вообще хорошо. Я вообще всю жизнь собираюсь остаться, работать в этом направлении, поэтому для меня это не проблема. А получив один грант, претендовать на другой можно? Можно, да, можно даже в разных министерствах претендовать. То есть мы получили грант ещё один, это был Минсельхоз, а второй грант получили по Минтуризму. То есть мы занимаемся агротуризмом на пасеке. Я считаю, что мы, в принципе, сейчас лучшие по Тверской области, у кого есть агротуризм на пасеке. Три эффекта в эпидемике. Запах. Да, раз. Запах прополиса, ну, который в ульях. Это прополисный холстик. Воск. Кстати говоря, воск производят только пчёлы, больше никто не умеет его делать. И вот здесь вот у нас в руках примерно полкилограмма воска. Одна пчелиная семья за лето производит вот столько воска. Поэтому это очень ценный продукт. И третий эффект – это вибрация. Да, вот эта вибрация, она схожа с вибрацией клеток головного мозга нашего. Поэтому человек очень быстро засыпает и восстанавливает. Мне сейчас захотелось. Я поэтому, если честно, поднялся. Воскотопка солнечная. Ну, вот это слово всё и говорит. Воскотопка. Топится воск. И вот здесь вот внизу, вы можете вот здесь вот прямо внизу, можно увидеть результат. Вот этот воск после вот такой солнечной воскотопки называется капанка. Это один из самых вообще экологичных способов производства воска. Остаётся мерва. Это как раз таки то, что после личинок… Вот здесь вот это вот мы видим, вот это вот коричневое. Мы делаем сами свечи, потому что людям тоже это интересно. Свечи из натурального воска, да. И это тоже очень полезно, здорово, вот этот вот аромат воска, им дышать вообще замечательно. Сколько экскурсий? Больше двух часов, мне кажется? Ну, около трёх часов. Отрёх? Да, да. Давайте по ценам сориентируем. По ценам взрослые люди – это полторы тысячи, дети с шести до шестнадцати лет – 750 рублей. Рекомендованный возраст, вот мы так рекомендуем, старше пяти лет. Но дети до шести лет без оплаты идут с родителями. Мы сейчас застали естественное районе, засняли. По счастью, один раз за сезон такое бывает. А может быть и вообще целый год не будет такого. А мы увидели сразу вот эту колбасу, конечно, гигантское впечатление произвело у меня. А это? А это будет искусственное районе. Это вот пчеловождение, когда пчеловод не даёт пчёлам роиться, он их делит сам самостоятельно на две семьи. И тогда это всё прогнозируемо, не надо по деревьям лазить? Да, не надо сидеть на пасеке целыми днями и ждать, когда, то есть, ушёл пообедать, а не раз взяли, улетели. О, да. То есть, вопрос такой. Здесь сейчас… Здесь сейчас… Здесь сейчас семья. А он призимовал. Да, хорошая семья вот на десяти рамочках. То есть, она уже набрала силу для того, чтобы я её поделил. То есть, мы сейчас посмотрим, готовятся они к районе или нет. То есть, вовремя мы сюда подошли или ещё можно было подождать. Но, в принципе, ждать я уже больше не буду. То есть, для меня это нормально. Мне надо заселять апидомик, поэтому я их поделю, и они пойдут уже у меня. Моя задача на данной этапе – это найти матку. В такой куче найти матку. А вот здесь очень хорошо трупневый расплод. Они заложили. Это первый признак того, что они готовятся к району. То есть, они мужской оси поставляют здесь, да, в семье. Вот они. Личиночки. Самое главное – не пропустить матку. Ой, я-то даже претендовать не буду на то, чтобы вам помочь. Я просто фиксирую. А вот здесь вот, если, ну, я-то в очках, а здесь вот видно яйцо лежит маленькое. Вот-вот в этих вот ячейчках. То есть, если здесь уже подросшая личинка, то вот здесь вот прям яйцо видно. И тоже трупневое, да? Нет, вот тут большие трупневые, а вот эти вот поменьше – это обычная рабочая пчела. Из кого вообще состоит пчелиная семья? Мы же с вами начали разговор о чём, что… Пропорции соблюдены, да? Да. Она немного крупнее. Я думал, она прямо большущая матка. Ну, такое у меня было. Неучья. Трутень. Трутень. Это они вот, да? Спариваются. И вот это всё. Это рабочая пчела. У них специализация, и там до восьми, там где-то, да? Ой, у них очень много работы. Кстати говоря, как вы думаете, с чего вообще начинается жизнь пчелы? Что она начинает делать, когда родилась? Ну, трудиться, наверное. Ну, трудиться, да. А что именно делать-то? Всё труд. Не знаю. Убираться. Вот что вот дети, да, родители что говорят? Убирайтесь, убирайтесь. Вот пчёлы то же самое. Убирайтесь. Наведите порядок. Вот пчела вылупилась, она вылезла. Она должна в первую очередь убрать вот это место так, чтобы блестела сота. Тогда матка в следующий раз придёт и сюда же тоже положит яйцо. А уже потом они становятся, носят воду, производят воск, производят маточное молочко и так дальше. Я буду постепенно перебирать всё, что есть у меня по расплоду. Какая-то была с красненькой спинкой, это не... Вот она, да, кстати. Как раз вы её и увидели. Я увидел! С красненькой спинкой. Да, вот она, мы её сразу и нашли. Она тоже помеченная, да? Это того года красный цвет, то есть 23-й год это красный цвет. Всё, вот мы её, эту рамочку сразу берём и несём в апидомик. И просто помещаем. Да, и вот всё, матка здесь. Это самое главное. И сейчас мы им расплодика сюда. Да. Пока оставляем так, да? Да, сейчас мы сюда. Значит, логика, какая матка хорошо. То есть там новая семья образовывается. Но матка уже прошлогодняя, как бы. Да, матка прошлогодняя и ей как бы надо бы уже улетать. По логике, да? То есть ей надо уже улетать. Но мы этот момент опередили и посадили её в новую семью. Улететь ей никак оттуда, потому что там она маленькая. Ей надо нарастить сначала силу. Семью. И вот сейчас всё лето она будет наращивать себе семью. Вы сейчас ещё одну рамку отнесёте туда, да? Я ещё рамки три. Я хочу рамку с расплодом найти. И с пчелой. И с кормами. То есть вот такая тут и расплод, и корма. И пчела. Конечно, я вижу, некоторые пчёлы хотят меня это... Ну, конечно, мы залезли к ним в семью. А где гарантия, что там осталась какая-то новая матка молодая? А там матки не осталось. В том и смысле, что они сейчас будут закладывать себе, так как почувствуют сиротство, что нету матки, они начнут закладывать вот эти вот яйца, которые я вам показывал. На них они будут устраивать маточники. Ага. То есть сами пчёлы могут вывести себе матку, получается, как-то сделать? Ну, конечно. То есть она королева-королева, но если что, они и поменять её могут. Вот это да. Вот здесь вот я сделал им гнездо, накрыл холстиком. Всё, новая семья. Да, теперь они... Теперь точно спокойно можно быть, что никто родиться не будет? Да, именно эта семья родиться не будет. И я им подсажу новую плодную матку. Ну, её не может никто сделать? Они сейчас себе заложат эту матку, но она мне не нужна, потому что она выйдет непородистая. А я и все эти маточники, которые они заложат, я их срежу, уничтожу, а потом подсажу. В общем, вот эта матка, смотрите, племенная, поэтому у неё зелёная меточка. Это я всё, что Алексей рассказал. Да, 24-го года матка выведена, и я её подселил в новую семью. И вот сейчас мы... Семья её приняла, они на неё не нападают, она вот приходит, осваивается. Только что посадили из вот такой маленькой жёлтенькой коробочки. Это транспортировочная, да, коробочка? Подержай. Вот такая вот коробочка. А, вот. Вот так вот. Вот это можно перевозить, прямо вот вы из Краснодарского края везли, да, её? Да, матка плодная. Матка плодная, там производитель указан. Сейчас у неё ближайшая задача какая у матки? Сейчас она восстановится после переезда и начнёт откладывать яйца в ячейки. В каждую вот эту ячейку будет? Да, в пустую ячейку. Пчёлы подготовят её, вычистят. И она будет, кажется, туда яичко в сутки, она может при хорошей яйценоскости до 2000 яиц в день закладывать. Из каждой яички это новая пчела? Да, это новая пчела. Скажите, а вот эти воткнувшиеся в ячейку пчёлы? Это кушают они, наверное. А, они кушают, да? Ну, а если не важно качество породы, то в целом они сами бы справились. Да, они вывели бы себе матку. Матка бы облеталась на трутне, на моём, на трутневом фоне моей пасеки, да? То есть, и потом бы стала отсеять яйца уже вот, ну, вот мои, которые у меня здесь на пасеке. Хуже качества, да? Да, да, но они бы были по хуже качествам и они бы признак потеряли. Они бы могли, признак он не наследуется, он может исчезнуть при, допустим, вот таком неконтролируемом скрещивании. А признак какой вот качество хорошее? Признак миролюбия, допустим, медоносности. Видите, они как бы, в принципе, залезли, разрушили гнездо, стоим спокойно, смотрим на них. Лет, ну, 20 назад, когда я начинал, меня бы уже вот так вот, я был бы облет над пчёлами и меня бы пытались укусить. И вот в таких условиях я всё равно бы работал, работал, доставал бы у них, делал всё, что мне нужно с ними сделать. А сейчас это, видите, комфортно. Да. Вот относительно комфортно, практично и интересно. Да. Сколько стоит такая матка вот эта в жёлтой колодочке? Ну, от 1000 до 1500. Назвали мы эту лабораторию в честь Александра Михайловича Бутлерова. Это друг Менделеева, да, очень известный химик, и он же был пчеловодом. И он как раз таки переводил Россию с колодного пчеловождения на рамочное. А почему в Тверской области для тверских пчеловодов он вообще является ангелом-хранителем? Потому что в селе Бурашево он открыл первую в России школу пчеловодства. Здесь можно понаблюдать за пчёлами. Да. И это очень интересно, когда ты входишь, и вокруг тебя вот такой вот пчелиный мир, очень интересный, и он находится за прозрачными стенками. Можно наблюдать, стоять тут часами. Дышите, потому что вообще на пасеке дышите глубоко. Воздух на пасеке, он лечебный, он приравнивается к горному воздуху. Поэтому очень полезно. Невероятно. Что здесь, вот это процесс приготовления пульцы, да? Да, да, видите, она падает. Видите, вот это пчёлки как раз таки её нам оставляют. На лавках. Да, да. А это как про запасы они берут? Пыльцу пчёлы собирают для себя, для того, чтобы потом они из неё производят пергу. Пчеловоды называют это пчелиный хлеб. Ну, как вот консервы на зиму, да? Да, да, да. Вот. И также из пыльцы они делают маточное молочко. Вообще, для пчёл мёд – это углеводы, а пыльца – это белок. Поэтому очень важный. Берите, попробуйте. Я забыл. Ну, так тоже можно. Когда пчеловодам что-то не терпится съесть, они так и делают. Это очень важное помещение. Для пчеловода, потому что, ну, допустим, такой элементарный пример, как откачка мёда. А если бы у меня не было в это помещение, для пчёл мёд – это как золото для нас, золотая лихорадка. Они с ума сходят от сладкого, от мёда. Если бы у меня не было помещения, или я бы забыл закрыть дверь в помещение, вся бы пасека была у меня в помещении. Все бы просто, кто могли, все бы прилетели на этот мёд. А можно посмотреть, что у вас в подсоках? Да, да, подходите. Это вот медогонка, когда пойдёт. Будем откачивать мёд вот на этом агрегате. Она прессует, да? Она нет, она центробежная сила. Центробежная. Она выкидывает. Вот на эту матрицу они будут как раз… А, на эту матрицу? Да, будут отстраиваться. Вот они отстраивать будут. Да. Рамка как раз придумана пчеловодом для удобства работы. То есть в природе они строят языки. Вот колоду вы смотрели, Таня вам показывала, там они языками вот такими строят. Но языки не откачаешь, в медогонку не поставишь. Там только можно отжать, да, то есть вот пресс как раз. А в медогонке можно откачать. Это я откачал в том году мёд с них. И они могут использоваться дальше, то есть не надо закупаться ими. Вот вообще говоря о расходных материалах, я понял, мы подкупаем маток, если мы хотим чистоту породы блюстили. Что ещё? Мы подкупаем вощину, вот матрицу, которую я вам поставил, чтобы периодически менять рамки, да, чтобы они были не такие тёмные. То есть эта рамка уже как бы скоро на перетопку пойдёт. А, перетопка. Это вы делаете сами? Это воск, да, я буду перетапливать. Вот воскотопка есть и я буду перетапливать там воск и потом этот воск снова на вощину и такой круговорот веществ в природе. А вощину вы сами делаете? Нет, овощину я покупаю, потому что, ну, это всё делать самому просто невозможно. Тоже расходник на ощупь? Да, это расходник. Скажите, я видел, вот в прошлых выпусках обрабатывали, всякие заболевания у них бывают. Да, это как бы необходимо делать. Единственное, что это нужно делать правильно. Когда, во время медосбора, да, когда они мёд собирают, а когда у них спокойный период, когда они мёдом берут и с мёдом они не контачат. Раз, во-вторых, это надо делать в гнезде, да, то есть вот это у меня гнездо, отсюда мёд я не забираю. Мёд я забираю, вот мы сейчас дальше пойдём, я вам покажу магазины. Да, вот они на стройке. На стройке здесь. Магазины, да. Так как эта семья у меня только-только набрала силу, я ей даже магазин не поставил, они сами только-только вот всё помещение гнезда заняли. Ну, это я их тут же поделил, потому что на мёд они у меня сейчас не будут работать. Вот так вот. Да, они работают как раз на опидомик, в который я подселил. А вот это вот уже непосредственно магазин, который они занесли мёдом в этом году, ну уникальная погода. Уже есть мёд? Да, даже такого не было никогда. То есть как нам лучше встать? Нам так лучше встать, чтобы ложка была, я левша, в левой руке. Это уже с мёдом. Вот они сейчас будут более активные, наверное. Ну нет, ещё нормально всё. Ещё мы... Вот смотрите, видите, вот он, уже даже запечатанный. Мёд. Вот, они его начинают запечатывать, а вот это ячейки, которые не запечатаны, это считается незрелый мёд. То есть мёд, как правило, откачивать можно, когда, ну рамочка будет вот так вот запечатана. Вот так? Да, вот по сих пор. То есть практически полностью, когда она будет запечатана, считается, что это уже будет зрелый мёд. Вот сейчас у нас, ну уникально, по весне вот такого вот никогда не было. То есть, ну было, конечно, но раз там в пять, в шесть, в семь, в восемь лет. Очень зависит от климата, да? Да, от погоды, погода, да. Причём ожидания были такие, апрель-то был холодный, мы думали, что всё, как бы майского взятка не будет вообще. И вот тут бах, и всё пчёлы попёрли. Блин, это вот целый корпус. Сколько вам до майского мёда ещё ждать? Недели? Да, недельку, недельку, в июне, да, то есть в июне начнём смотреть. Они должны подзапечатать это всё дело, и будем уже качать. Здесь примерно сколько получится кг? Ну здесь 20 кг будет, как раз. И таких ульвов не один, наверное. Да, да, ну то есть 7 есть. Да, да, вот этот ещё стоит, но там поменьше, то есть они всё больше сверху складывают. То есть вот так вот потихоньку. Да, ну наше поздравление. Вот он одуванчиковый, да, видно? Да, 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 прям желтизну какую. Ага. Подпишись, если помог, ставь всё, что надо, пусть впрок. Будет рассказ, дай бог, на мой маленький блок, всем нашим бедам назло. Ну вот и если говорить про, как пчёлы вообще производят цветочную пыльцу, вот тут мы с ребятами, со взрослыми всё это можем изучить. Да, посмотреть на лапки, чудесные их лапки, на которых есть щёточки, с помощью этих щёточек они как раз таки себя сметают, вот эту цветочную пыльцу и формируют эти комочки. А комочки кладут вот в такие корзиночки. И вот когда вы это увидели здесь, теперь вы можете посмотреть на эту лапку в микроскоп. Ага, это лапки мы видим, вот эти, ой, какие они. Да, конечно, инженер гениальный у них, в общем, как и у нас. Я ко мне недавно залетел, вот можно прикладной вопрос? Давайте. Вот он залетел, и мне в ютубе пишут люди, он у тебя оставил феромон, жди его с друзьями. Так. Я жду, что вы будете опровергать, но вы не опровергаете. А я не знаю, давайте Алексей спросим потом. А, ладно, ладно. Но что про него можно сказать? Он не пчела вообще, это другая система. Нет, это вообще совершенно, это пчелиный волк, пчеловоды его называют. Он их поедает, да? Да, потому что он точно их поедает. Враг получается. Враг, да. Как бы хищник, он реально питается пчелами. И своих личинок тоже кормит пчелами. Поэтому пчеловоды борются с шершнями. И видите, как они его назвали? Пчелиный волк. Да. Да. Удивительно. Хорошо, а просто осы для пчел враги или нет? Тоже враги. Тоже враги. Но вообще осы, они же такие воровки. Они же все, что плохо лежит, готовы забрать, убрать. Поэтому... Как много врагов у пчел? Очень много. Шмели. Кто такие шмели, скажите? Шмели, это не враги. Они как-то живут параллельно, спокойно, соседствуют. Она меня укусила, смотри, но не пробила перчатки. Видите, у них какая сложность у пчел. Она, конечно, не самурай. Считается, что вот из-за того, что она как бы кусается, и жало застревает, типа она идет на смерть, как самурай. Это неправильно. Просто у нее строение жало не предусмотрено для кожи. Она обычно для насекомых жалит, и она у нее не застревает. А в нашей коже она застревает, и поэтому она выдергивает из себя вместе с кишками. Ага. Поэтому... Впервые слышим и так много всего сегодня. Как здорово. А в норме они могут укусить какого-то врага и улететь дальше? Вот насекомого. Насекомого могут. Да, хитиновый покров они прокусывают, и жало у них не застревает. А шершни могут победить? Шершни только кучей. Они могут победить. Шершни, опять же, тоже они организуют ему клуб. И внутри клуба нагревают температуру там до огромных значений, и шерш запаривается. Ого. Погибает. Ого. То есть вот такая вот история. Кто еще у них враг? Ну, медведя, ладно, не взять, наверное, это надо только в всей Тверской области. Да, да, да. Медведь, кстати, почему-то считает, что он любит мед, а на самом деле он приходит съесть расплод. Это белковый корм. То есть мед он оставляет, а съедает расплод, личинку. Потому что это белковый корм. Если бы он съел просто мед, пасеку можно было восстановить. А вот после того, как он съедает расплод, пасеку уже не восстановить. А здесь у вас это актуальная проблема? Нет. Фу, вроде у нас как бы медведя не было. Вот, друзья, вот. Спасибо большое. Все, да. С Жилиным, и Алексеев, и Татьяне. Это был прекрасный рассказ. Смотрите, подписывайтесь, ничего не пропускайте.